Добрый день, уважаемые любители шахмат. В этом видео я расскажу о 10 системах, которые встречаются наиболее часто в защите карака на уровне мастер-грессмейстер. В принципе, конечно, другие системы тоже надо знать. Но в 90, даже более чем 90% партий, эти будут системы разыграны. Итак, ранжирование я провел в зависимости от количества партий сильными соперниками на часком. Я играю на других серверах, на час 24 на лечесе, но лечес вообще слабые, а час 24 там непонятно соперники какого уровня. В общем, поскольку на часком играет больше всего сильных соперников, ранжирование производится по этой системе. Итак, 10 по популярности система, это C4. Или ускоренный панов, это называется, либо система Штейнера. В общем, мы играем D5, ED, CD, ну D4, это перейдет в другую систему, и CD. Вот именно этот ход, и конь F6. Вот это начальная позиция, здесь белые могут сыграть либо конь C3, либо слон V5, либо ферзь А4. Ну и каждую систему я буду характеризовать, насколько она опасна. Вот данная система, она достаточно опасна, потому что здесь надо знать ход-в-ход в игру. Особенно ход ферзь А4. Опасим, конь BD7, конь C3, мы играем G6, играют белые, здесь он C4, обычно свод G7, конь F3, 0, 0, D3, A6, и ферзь А3. Ну, два нуля, это зевок стандартный, B5, и без фигуры. В общем, здесь надо знать очень хорошо теорию оба цвета, потому что линия очень тактическая. Другие два хода, у нас вот B5, конь C3, но они не настолько опасны. Итак, мы переходим к следующей системе. Она уже относится к главным. Главная система, это система, в которой белые делают ход D4, D5 и F3. Это называется фантазийный вариант, или вариант Марац, или экстремальный каракан. Разные называют, по-разному. Я здесь считаю, что самый сильный ход это E6, поэтому я так всегда играю. Мы не против перейти в французскую защиту, и после хода конь C3 играем ферзь B6. Какая идея данного хода? Потому что мы выжидаем ход A3, и теперь уже играем конь F6, и мы не переходим таким образом в французскую защиту. То есть мы играли конь H3, ферзь D3. Но основная идея, то что белые сыграют E5, мы играем конь D7, B4, и мы играем C5. И если белые сыграют конь F3, мы бьем, бьют, и играем конь C6. И после слона E3 это известная позиция французской защиты. То есть белые, конечно, могут сыграть по-другому. Белые могут сыграть здесь, ну, конь C3, скорее всего, они сыграют. Могут слон E3 также сыграть. Вот именно FB6. И тут, конечно, по-разному белые могут сыграть, кроме A3 и так далее. Но я считаю, что у черных в этой системе нет проблем. Просто надо знать, что E6 сильнейший ход, а потом FB6. Так что этой системе не стоит слишком опасаться и, наоборот, быть рады, если против вас ее разыграли белые. Движемся дальше. Дальше будет одна из систем закрытого варианта. Она раньше была очень популярная. Белые играют конь C3. Так называемая атака Вандервилля. Ну, на современном этапе развития шахмат считается, что только у черных может быть здесь перевес. В этих вариантах. С G4, слон G6, конь E2. Мы играем C5. И на... Есть два хода. Слон E3 и H4. Слон H4 считается основным ходом. Мы играем H5 и жертвуем пешку. После конь F4 играем слон H7. Но после конь F5 мы играем... Здесь я один раз сыграл CD. Есть такой ход, но у конь C6 более точный ход. И надо сказать, что у белых здесь определенные проблемы. Надо очень аккуратно им играть, чтобы не получить худшую позицию. Стоит ли изучать эту линию? Конечно же стоит, потому что она очень острая. И несмотря на то, что по сравнению с теми линиями, которые мы увидим дальше, не так часто ее играет. Тем не менее, она достаточно интересна. На одну партию может быть очень опасна, если ваш соперник готов, а вы нет. Итак, мы теперь переходим постепенно к основным системам. И ED. Разменный вариант. Сейчас очень популярен, потому что после слон D3, конь C6, C3. Если мы сыграем конь F6, я так не играю. Просто ради объяснения. И белые сыграют слон F4. Вот эта позиция возникает из лондонской системы очень часто. Я считаю, что здесь белые оказывают определенное давление. Ради этого мы входим в Fc7. Ну и здесь вы, скорее всего, встретитесь с тремя ходами, как я. У меня соперники играли. Конь А3. Так Крамник играл. С идеей коня на C2 перевести. Второй ход H3. С идеей, чтобы слон на G4 не развился. Но, скорее всего, вы будете встречаться с хоном конь Е2. Здесь раньше я играл в Е6 и даже в прошлом году в своем курсе лекции рекомендовал этот ход. Я считаю, что здесь у черных все нормально. Но, как оказалось, в этом году слон G4. Ход возможен. И после 2-0 надо сделать точный ход. Слон H5. Потому что раньше играли Е6. И после ферзь Е1 у белых перевес. Например, если сыграть конь F6. Белые играют F3. Слон H5. Белые играют. Конь F4. Приходится отступать на G6 слоном. И проблем. Вернее, извините. У меня с такой F4 ферзь H4 еще сильнее. Тут приходится отступать слоном. Белые меняются. И позиция черных крайне бесперспективная. Поэтому черные иногда вообще били здесь на Е2. Но я считаю, что после слона Е2 проблема тоже. Но я считаю, что и мои партии это подтверждают. Что после 2-0 я играю слон H5. И у меня замечательная позиция. Я выиграл международного мастера Эмиля Мерзоева в этой линии. Выиграл у чемпиона мира среди ветеранов гроссмейстера Владимира Охотника. Тоже тут эту партию можно увидеть. В общем. И также выиграл еще одного мастера Фида. Который с хроуферс Б3. То есть наша идея, когда мы играем в слон H5, сыграть слон G6 и разменять слонов. Я не вижу больших проблем. Здесь за черных. Так что я думаю, что ход слон H5 закрывает эту линию. Которая несколько лет считалась проблемной. Окей. Ну то есть разменный вариант в принципе он позиционная линия. На более низких уровнях игры он встречается очень часто. Но когда вы подходите к более высокому уровню. То скорее всего вы увидите эту позицию. В 90% случаев. И вы должны знать про ход слон H5. В принципе мало кто про него знает. Так что это видео я думаю будет для вас полезно. Итак. Следующая система по популярности. Это атака по новому. Белая игра от C4. Мы играем конь F6. Конь C3. Конь C6. И два хода. Конь F3. После чего я иногда играл G6. Но конечно чаще всего надо быть готовым. Потому что вы будете играть равное окончание. В котором у черных нет проблем. Если вы совсем немного теории знаете. Единственное что тут надо знать еще про существование хода Fc5 в данной позиции. Со мной на других игровых зонах так играли. Ну вот так обычно Fb5. И это известное окончание. Где у черных нет особых проблем. Если белые играют здесь слон G5. Тут Dc. Эти две линии отличаются друг от друга. Потому что если белые сыграют конь F3. В этом эндшпеле особо ничего не надо знать. Вот после слон G5. Тут действительно надо знать теорию. Ну видите что. Если вы знаете у вас все хорошо. Значит D5. И С1c4. С1c4. Здесь надо сыграть А6. Там можно посмотреть мою старую партию с Шевченко. Где черные уравнивают. Очень легко если знать теорию. Потому что все эти хода надо знать наизусть. Которые я сейчас показываю. Тут надо меняться. Играть вводя C8. Очень острая линия. Значит. Ну F3. Есть ход. Есть ход слон F1. Как со мной как раз играл Кирилл Шевченко. В общем. Тут надо знать теорию. Ну видите. Я знаю теорию. Вся партия выиграл. С данной позиции. На данной игровой зоне. Ну и белые кроме этого могут. Здесь. В этой позиции. Д5 сразу сыграть. Конь Е5. Ферзь Д4. И тут надо важный ход А6 знать. Слон Ф4 или слон Х4. Дферзь Е5. Все это я разберу в своем курсе лекции. Я рекомендую с ним. Ознакомиться. Приобрести его. Если не хотите этот курс приобретать. Можете мои старые видео посмотреть. Там мало что наверное изменилось. Хотя там были некоторые мелкие дополнения у меня. Итак. Значит. Делаем вывод по атаке Панова. Атака Панова. Это линия. С одной стороны позиционная. Игра Энвиш. Плес и Белые. Сыграют в данной позиции. Конь Ф3. Если же они сыграют с Ван Ж5. Нужно знать острые линии. Так что можно было конечно атаку Панова разделить на две части. Но это один тот же дебют. Это та же система. Так что не буду это делать. Ну и теперь. Подходим. Я считаю. К пятерке самых. Популярных. Систем. И надо сказать. Самых опасных систем. Также. Начнем. С. Так называемых. Систем. Отклонения от классической. То есть. С конь С3 до Е4. Здесь мы играем слон Ф5. Конечно есть ход конь Ф6. Ну видите. 100 партий. Это уже говорит о том. Что позиция наверное очень популярна. Но эти 100 партий. Большинство. Здесь конечно белые. Играют аж 4. Видите. 50 партий. Остальных партиях. Вы увидите. Другие хода. Вы увидите ход. Конь Аш 3. Конь Е2. И Слон С4. Слон С4. Это называется. Система Тевякова. Здесь надо играть Е6. Правило звучит так. Если вы видите ход. Конь Е2. Либо Конь Аш 3. То. Правильный ход. Здесь. Конь Ф6. Е6 я играл. Ну. Раньше. Но я не знал. Этой тонкости. Жена. Именно Конь Ф6 играть. И с идеей Конь Ф4. Эту позицию. Вы будете видеть очень часто. И сыграть Конь Д7. И здесь мы проводим Е5 в один прием. Если белые сыграют Аш 4. Играем Е5. И у черных уже хорошая позиция. Это все можно услышать в моем курсе лекций. В старых видео на Ютубе вы этого не увидите. Значит. Здесь белые сыграют С3. То можно сыграть самое точное. Это Ферзь С7. Мы готовим Е5. Это у меня проблема. Видите. Я проигрывал партию. Но это не из-за того, что дебют плохой. А из-за того, что вот в данной позиции я неправильно сыграл. Надо сыграть Е5. Тут я сыграл правильно. Конь Ж6. Ф на Ж. ДЕ. Серсь Е5. Нет проблем у черных. Ну, этот четверок попался. Его потом забанили. Можете проверить мои слова. Перейти на эту игру. Ну, не важно. В общем, вы очень часто будете сталкиваться с этими линиями. Также сюда же можно отнести тоже ход H4, H6. И место основного хода Конь Ф3. Если белые играют Конь Х3 и Конь Е2. Потому что это тоже перестановка будет. Е6. Конь Ф4. Слон Х7. То есть, эта позиция тоже очень часто у вас будет возникать. Здесь Слон С4. Иногда Конь H5 сразу играет. Иногда С3. Ну, в общем, чаще всего. Вот подобная позиция будет возникать. Белые играют. Здесь С3. Либо 2 0. Слон Д6. Иногда будут против вас жертвовать фигуру на Е6. Вот, видите. Конь бьет Е6. Есть ход. Ну, в общем, подводим итог этой линии. Белые не хотят идти в основной вариант. И выбирают один из большого количества менее популярных ходов. Я еще забыл упомянуть, что на Конь Ф3, допустим. И белые тут не играют. Аж 4 играют. Слон Д3. Тоже есть такая система. Ну, то есть, это все можно назвать отклонениями от классического варианта. И здесь линии являются как острыми, некоторые очень острые. Некоторые линии, они наоборот позиционные. Так что эту линию надо знать очень важно. Ее знать достаточно глубоко. Вот, следующая линия. Мы уже подходим к четырем самым главным линиям. И эти линии, сам, очень вероятно. То есть, большая, что вы играете. Наверное, 80% партии у вас будут именно эти четыре линии. Итак, первая из которых, это система двух коней. Очень неприятная линия для черных. Я ее сам играю за белых иногда. Я играю эту линию и следующую линию, которую мы увидим. В основном. То есть, раньше я играл в Слон Ж4. У меня в курсе лекции тоже этот ход разобран. Почему я перестал это играть? Дело в том, что, ну, мне надоело. Что? Вот так я отдаю слонов. И белые ставят здесь. Не Д3, Д3 это не страшно. А играю в Ж3, либо Д4. Без разницы. Ну, и просто преимущество двух слонов. Объективно говоря, позиция черных не хуже. О чем я говорю в своем курсе лекции. Но, если вы играете на победу черными, вот такие позиции крайне сложно выиграть. Поэтому я сейчас играю коня в 6. Можно сделать небольшой анонс, что в ближайшем будущем выйдут видео на английском языке про этот ход. Потому что здесь позиции крайне острые. Чаще всего вы увидите ход Е5. И после коня Е4 увидите ход конь Е2. Ну, что мы играем ферзь Б6. Д4. И здесь у нас проблема с конем. Белые хотят отступить конем на Ж1 и сыграть Ф3 и выиграть коня. Поэтому мы играем Е6. Конь Ж1. С этой угрозой Ф6. Ф3. Конь Ж5. ЕФ. ЖФ. Ф4. Ну и здесь два хода. Можно играть конь Е4. Это ведет к очень острой позиции. Я считаю, что проще конь Е7. Позиция также крайне сложная. Но здесь хотя бы план игры за черных простой. Мы после конь Ф3 и Е5 проводим. ФЕ. ФЕ. И здесь на конь Ж3 очень важно. Во многих источниках, по которым я изучал защиту каракан, пишет ход слон Ж4. Но слон Ж4 плохой ход. Вся проблема, если вы поставите на движок, то он покажет после слон Ж4 нулей. Вот в чем проблема состоит. Белые отдают пешку на Ж4. Пешку на Д4, извиняюсь. Играют слон Е2. Мы бьем, бьем, Ферзь Д4. Эта позиция возникла в нескольких партиях. Везде белые били Ферзь Д4. Но тут находится убийственный ход Ферзь Е2. Движки начинают видеть его примерно на глубине 35 только. Чтобы вы понимали, насколько подготовка дебютная иногда решает. И вот здесь забавная вещь, что мы жертвуем. Качество. Ферзь Д2, Ферзь А1. И тут следует убийственный ход. Слон Ж5. И тут движки уже начинают показывать плюс 2. Дальше Ферзь Ж5 угроза. Одна вторая угроза. Конь Е5. В общем, позиция разваливается. Потом важно здесь сделать ход слон Е6. То есть я вчера загравничал с международным гроссмейстером из Индии. То есть слон Е2, конь Е7, тут конь Ж5. Это неправильно уже ход. Ну, белым надо сделать рокировку. Мы играем слон Е7. Возникает сложная позиция вместо этого. То есть я считаю, эта позиция критическая. В принципе. Вот это даже критическая позиция. Потому что и в конь Е4, и конь Е7 все ведет к сложной игре. И я считаю, что надо играть. Вот именно конь Ф6. Если вы хотите играть на победу. Если не хотите, слон Ж4. Также от ДЕ пробовал ход. Конь Е4 и конь Ф6. Я сам играл в прошлом году за белых. Значит, Ферзь Е2. Самый неприятный ход после конь Ф6. Близко к раунду. Ну, потому что конь Ф6 ЕФ. Успешная структура из системы тартаковера. Вот ферзь Е2. Это проблематичный ход. Конь Е4. Ферзь Е4. Ферзь А5. Это более точных ход, чем Ферзь Д5. И дальше мы хотим сыграть Ферзь Ф5 и разменять Ферзей. Ну, я считаю, что даже если все у нас получится. То есть вот это вот считается основной линией. И белые играют Д3. Так, так. Ну, у белых небольшой перевес. В принципе, ничего страшного не случилось. Было много таких партий с этой позиции. Ну, я считаю, что если вы играете на победу, тоже эта позиция не очень хорошая для игры на победу. Так что идем вывод. Конь С3 и Конь Ф3 система достаточно интересная для изучения за оба цвета. Если вы играете белыми, вы хотите получить преимущество двух слонов и давить вашего соперника. Если вы играете черными, то единственный ход на борьбу это Конь Ф6. Иначе вы попадаете под позиционный пресс. Ну, и теперь переходим к тройке самых популярных систем. Третье место у нас, так называемый, вариант Таля. Д4. То есть третье, второе место оба. Это ход Е5. Мы играем слон Ф5. И вариант Таля это ход Х4. Я тоже так играю за белых. Если посмотреть вот сейчас за белых, какая моя статистика после хода Х4. Видите, сыграл 26 партий. Статистика так себе. Ну, около 50%. Со стороны черных. Вот с Х4, видите, черными выигрывают чаще, чем белыми. Ну, сейчас дойдем до основной позиции. Там тоже я статистику покажу. Это тоже важно, что когда вы играете какую-то дебютную систему, и вы в ней большой эксперт, то вы за оба цвета будете набирать больше 50%, если позиция достаточно острая, как данная. Так. Мы играем Х5. Слон Д3. Слон Д3. Ферзь Д3. В своем курсе Лекция я рекомендовал ход Ферзь А5. Я играю в Е6, потому что я увидел, как уравнивать намного проще. Так что за год, видите, я год назад издал курс Лекции. Многие линии я уже играю по-другому, потому что изменилась теория за год. Чтобы вы понимали, насколько этот дебют актуальный. Так, конь Ф3, конь А6. Хаммерс тут со мной ударил на А6 и проиграл. Скорее всего, вы увидите ход конь С3 или конь Д2. Давайте отерзь С3 со стороны белых. Эта позиция у меня возникает так же часто. Вот это. Видите? 7 партий. Тут положительный счет у меня за белых. Тут за черных у меня очень положительный счет, скажем так. Конь Ф3, конь А6. Ну, вы увидите ход конь С3 или конь Д2. Скорее всего, конь С3. Мы играем конь Ф5. Конь Е2 или 3-0. На конь Е2, С5. Очень точный ход. Со мной странно, что никто не бил ДЦ. Здесь на ДЦ надо играть Ферзь А5. Точный ход. Если вы сыграете с Лан С5, вы останетесь без спешки либо в худшем мейншпиле. Ну, Свидлер так сыграл против Адамса год назад и легко уравнял. И даже выиграл партию. Если здесь сыграет С3, то очень легко уравнять, потому что мы меняемся и проводим так называемые маневры КП-бланки Ферзь А5 и Ферзь А6. И мы меняем Ферзей. В данном мейншпиле у нас нет никаких проблем. Проблемы могут появиться у белых, потому что у них слабая пешка Д4. Так что... Эта линия очень острая. Почему именно слон Е7? Я играл раньше Ферзь Б6. Но тут белые накидывают пешки. С5, С4, Ферзь бьет Б2. И вот на Ютубе я разбирал это. И говорил, что у черных все нормально. Но тут нашелся ход ладья Д1. И все это уже знают. Потому что это была партия, во-первых, Морозевич-Лазничка. Во-вторых, там куча источников, например. Ушел. Можно посмотреть. Эта линия разобрана за белых. И здесь вы забираете кучу пешек. Но вы реально страдаете. Ну, я проиграл эту партию буквально в пару ходов. С этой позиции. Несмотря на то, что у черных есть три лишних пешки. И кроме хода слон Д3. Слон Д3 это, конечно, самое опасное. Не надо забывать, что время от времени белый мог сыграть С4. Е6 и сыграть конь С3. Мы играем конь Е7. Ведь тут тоже своя теория. Позиция крайне острая. Ну, подведем маленький итог. Я считаю, что H4 это достойный оппонент главной системы защиты каракан. Вернее, двух главных систем. Я поставил на третье место. Но это очень ядовитая линия. Причем за оба цвета. Так что, если вы ищете оружие против защиты каракан. Обратите внимание на эту линию. В ней очень много партий играется в современное время. Ну и теперь вторая по популярности система. Это система шортов. Которая Дрея в целую книгу написала. Конь F3 мы играем. Здесь Е6. И белый играет слон Е2. Выжидательный ход. И сейчас я играю в С5. Эта система сейчас очень популярна. Если вы посмотрите супер турниры. То Навара так играл. Другие шахматисты. Именно на самом высоком уровне. На уровне топ-30. Навара сделал с каряки. Но проиграл. Гири. В общем, С5 ход. Ну, вообще, я считаю, очень популярный. Просто на слон Е3. Здесь два хода есть. СД. Ну, я считаю, что этот ход ничью. Или ФБ6. ФБ6 это ход убийственный в Блиц. Потому что после К3. К6. Белый. Чаще всего ракируется. Как раз ход конь А4 был сыгран в партии. Между Гири и Наварой. И забавная вещь, что получилась моя партия в Блиц. И я неправильно сыграл в Блиц. Но у меня может быть объяснение своей слабой игры. Потому что у меня не было времени подумать в этой позиции. В общем, получается такая позиция. Здесь раньше играли Б5. Слон Б5. Вот я сделал ничью с Грессмейстером Пиаруном. Вот. Ну, вот Дя Ц1. Я партию выиграл. Сыграл слон Е7. И сразу говорю, что это ошибка. И этот ход неправильный. Потому что после слона Е7. Белые. Со мной собираются 4. Это неправильно. Надо играть как Кири против Навары. И здесь у белых огромные проблемы. Я считаю, что надо сыграть А6. И этот ход уравнивать. После Ж4 мы уже уберем слона на А7. И он не будет попадать под ход Ф5. И мы здесь играем слон Е7. У белых нет времени на Ф5. Потому что пешка на Е5 упадет. И я считаю, что здесь черные уровня. Ну, есть также вариант. Ну, это не главный вариант, конечно. Ко-На4 просто надо понимать, что это достойный ход. И так, если играют на самом высоком уровне, то в этот ход тоже время от времени встретен. Но чаще всего вы встретите рокировку. Самый естественный ход. Мы играем ферзь Б2. И вот ради чего играть эту линию. Против неподготовленного соперника даже вы увидите ход Конь Б5. Видите, большинство моих партий так играют. Правильно ход ферзь Е1, видите. Не так часто это играют. Если вы будете играть эту линию постоянно, конечно, против вас будут готовиться. Это факт. Но если вы играете в Блиц, в Рапид, то это линия убийственная со стороны черных. Потому что вы видите, количество партий я выиграл. Причем партию, которую я проиграл одну. Против меня играл Гроссмейстер Читер. Я рассказывал уже об этом. У меня есть прямое доказательство, что на титульном вторнике Гроссмейстер Ван Форест против меня Читерил. Причем он потом стал чемпионом Нидерландов. Так что обратите внимание на того шахматиста. Может его когда-нибудь поймают за руку. Ну ладно. В общем, эта позиция близка к выигранной. Я проиграл всего одну партию. И то по собственной глупости. В общем, на других игровых зонах тоже у меня под 90% статистика в этой линии. Поэтому в Блиц это убийство сразу же. И вы выигрываете большинство партий. Ферзь Е1. Вот это уже сложнее. Набока против меня так играл. Сейчас опять начали люди играть. Слон Д4. Койн Д4. Койн Д4. Слон Б4. И Койн ДБ5. Слон А5. Водя Б1. Ферзь С2. Ну и вот. Водя Б3 ход рекомендовал Андреев. Я не считаю этот ход опасен. Опасен ход вводя С1. Ферзь Б2. Ну и Койн А4. Именно ход, который сделал Набока. Видите, какая замечательная подготовка. Потом человек играет два турнира. После этого показывает перформанс уровня 2.200. Ну в Амельнике в трех партиях он показывает перформанс за 2.800. Что на определенные подозрения намекает. Но тем не менее, она отметит, что после Ж4 это ничья форсированная. Вы можете посмотреть партию как раз Корякин против Навара с последнего турнира в Шамкире. Там ничего уже нельзя придумать. Вот Койн А4 поэтому сейчас. Может быть стал трендовым ходом. Так сыграл Криворучка. После Набока так сыграл Ведит. И получается вот такая позиция. Так. Взял на Б2. Слон А5. Конь С7. Слон С7. Ведят С7. Конь Е7. Это моя партия с Набока. И здесь черные уравнивают. Но тут появилась другая проблема. Отход Конь Д6. Мы играем Король Е7 и Конь Б7. И здесь у черных два хода. Слон Б6, Слон Д8. И в обоих белые оказывают определенное давление. Как показала практика этих последних партий высокого уровня. То есть если вы играете эту линию на регулярной основе. То скорее всего вы увидите эту позицию. Против вас будет соперник подготовленный. И тут надо что-то придумывать в ней. Потому что однозначного ответа у меня нет. По поводу оценки данной позиции. Нужны еще дополнительные партии. Чтобы были сыграны на высоком уровне. Ну, эта позиция возникает фактически форсированная. И в ней у черных определенные проблемы. Как показала практика двух партий. Но, также я забыл, конечно же, упомянуть. То, что тут иногда ваши соперники будут играть. Вместо Конь. Д5, войдя Б1. Конь Д4. Конь Д4. Конь Б4. Ну, видите, на ческоме, видимо, со мной так не играли. Пока. Ну, возникает вот это окончание. Известно. И тоже. Оценка данного окончания. Ну, черные объективно держат равенство. Но победу играть крайне сложно. Так что, подведем итог. Я считаю, что Ферзь Б6. Эта линия очень интересная. Потому что против неподготовленного соперника в Блитц Рапид. Вы будете набирать большое количество очков. Против подготовленного уже не так интересно. Потому что вы либо будете делать ничью в Эншпиле. Либо вам нужно будет решать какие-то проблемы тактического характера. Так что, ну, это, я считаю, самая опасная линия. Вообще, естественно. Во всей защите карака. Ну, и самая популярная, но я считаю, не самая опасная линия. Это, конечно же, классическая система. Конь С3 либо конь Д2. Да и именно ход Х4. Конь Е4. Слон Ф5. Конь Ж3. Слон Ж6. Х4. Х6. Конь Ф3. Здесь я в последнее время начал играть Е6. Видите, это приносит мне большой успех. Вы могли ознакомиться с моими видео на английском языке. Касательно этой системы. Я считаю, что после Е6 черный просто уравнивает. Вкратце, для тех, кто не видел. Почему? Е6. Потому что мы не боимся хода конь Е5. Он самый популярный. Мы здесь играем слон Х7. И практика двух последних лет показала, что в этой позиции после хода конь Д7, Ф4, черные бьют. Вернее, играют сначала слон Е7, слон Д2, а потом бьют на Е5. И бьют на Х4. И эта позиция на самом высоком уровне тестировалась уже не раз. Самый пример свежий это Хоу и Фань. Друзья, в Карякина. Да, даже Карякин уже играет за счету каракан. И я подробно разобрал эту позицию. Я считаю, что у черных здесь нет никаких проблем. Поэтому если ход конь Е5 не проходит, надо обратить внимание на ход Х5 и потом слон Д3. Так делают большинство. Но проблема в чем? Мы не развили коня на Д7. Вот если я сыграю конь Д7, это мои партии. Из основного порядка ходов. Мы играем конь Ф6. И на слон Ф4 здесь я играл Ферзь А5. Тоже хорошими результатами. Но еще проще слон Д6, о чем я говорил в своих видео. А если вместо слон Д6... Вернее, вместо слона Ф4 и слон Д2. Здесь я по-разному пробовал играть. Конечно, можно сыграть слон Е7, 2.0 и с конь БД7 перейти в основной линии. Потому что мы тоже чего-то добились. Потому что в основной линии надо знать ход слона Ф4 и слон Д2. На ход слона Ф4 в курсе лекции я потратил на разбор этого хода около 2 часов. То есть 2 часа времени можно сэкономить. Конечно, вам придется, правда, выучить линию вместе с ходом конь Е5. Это тоже у вас забьет большое число времени, потому что варианты острые. Но я считаю, что вот С5, вот тут ход уровня. 3.0 против меня в основном играли. Тут более сильный ход слон С3, об этом я рассказывал в своих видео. Но после 3.0 вообще у черных замечательная игра. Играем конь С6. Со мной обычно играли слон Е3 и слон С3. На слон С3, кстати, я неправильно пошел. На Ферзь Д5 тут ходить, на СТЦД. А на слон Е3, видите, самый популярный ход игра. Ферзь А5, нападая на пешку. И когда белый ее защищает, делаем длинную рокировку. У нас вообще ноль проблем. У белых могут только возникнуть проблемы. Так что я считаю, что на современном этапе развития дебютной теории Е6, это ход чисто на равенство. И черный здесь уверенно держит равную игру. И я считаю, что белых здесь вообще нечего. Белым, вернее, нечего ловить вообще. В классической системе. Но всегда классическая система будет встречаться у вас, скажем, в одной партии из трех. Поэтому если вы выучите эту линию досконально, а она тактическая, ход конь Е5, ход H5 более стратегический, но конь Е5 тактическая линия вы выучите наизусть, вы будете набирать большое число очков. Потому что плюс этой линии в том, что он не разобран ни у Халифмана, ни у Неги. И люди будут теряться, что делать. А если это рапид и блиц, то вообще у вас игра идет на два результата. Либо вы выиграете черными, либо будет ничья, если ваш соперник что-то знает. Вот я, допустим, покажу одну из своих партий, где мой соперник знал теорию. Международный мастер. Ну и белыми сделаю ничью. Окей, такое бывает. Действительно. Что ваш соперник окажется подготовленным. Вот, допустим, гроссмейстер Борисполис был неподготовлен в этой позиции, и я упустил выигрыш с ним. Вот. Ферзь H7. Почему-то. Ну, ферзь H6, я считаю, это критический ход, о чем я рассказывал в своих видео. И здесь вот, окей, со мной сделал ничью. А водя H1, окей. 3-0, а водя H7, ферзь H2, C3. Так. Ну и все, он сыграл король C2. Король C2, ферзь H4, король C1, ферзь H1 согласились на ничью. Потому что если сыграть ферзь B1, то можно и проиграть это белыми. Потому что конь здесь сильнее, чем он звон. Ну, окей, бывают такие линии. Я много таких линий могу показать. Против подготовленных соперников с низким рейтингом, конечно, это неприятно. Но вы можете другой дебют, кроме защиты каракан, избрать. Против неподготовленных соперников, вы видите, допустим, другие со мной играли. Вот Борис по лицу, но и пошел слон B4, гроссмейстер, и я его не наказал. Потому что тут ход ферзь А2 выигрывает партию. Потому что от пасса С1 Е7 мы играем. Водя G2, и все. Это гейм овер. Мат либо на B2, либо на А1. Вот. Ну, я только начинал изучить эту систему. У меня есть оправдание. Хорошо. Теперь подводим итог. То есть с этими пятью системами вы будете встречаться в большинстве своих партий. Перечислю это. Классическая система с H4, классическая система без H4. Закрытый вариант с ходом H4. Закрытый вариант конь F3 слон Е2. И система двух коней. Эти пять вариантов, вы должны в них быть очень хорошо подготовленными. Потому что они с одной стороны острые, с другой стороны частые гости турнирной практики. Вторые пять систем, они не настолько популярны. Перечислим их. Это атака Панова. Закрытый. Вернее, разменный вариант. Фантазийный вариант. Система Штейнера. Еще. Что-то я забыл. Но оно тоже важно. В общем. Эти системы все. Ну, тоже будут встречаться время от времени. Некоторые из них являются достаточно ядовитыми. Да, я вспомнил, что та система это атака Вандервилля. В общем. Эти системы тоже будут встречаться. К ним надо быть готовым. Остальным системам. В общем, вы не обращайте на них особого внимания. Я, конечно, не учел другие системы. Вот, допустим, здесь белые иногда играют D3, D5, D2. Но это уже не настолько актуально. Потому что вы будете встречать их достаточно редко. Может, некоторые из них ядовитые. Но они не стоят потраченного времени на их изучение. Потому что нужно изучать главные линии. И это дает вам результат в ваших партиях. Как вы видите, хорошая дебютная подготовка. Особенно за черный цвет. Является визитной карточкой всех сильных шахматистов мира. Некоторые начинают говорить, допустим. Игра на ничью и так далее. Защита Каракан. Вы посмотрите, кто только не играет. Сейчас защиту Каракан. Карсон время от времени играл. Мамидиаров очень часто играет. Анан время от времени. А это, извините, показатель качества дебюта. Ну, на этом все. Надеюсь, теперь, если вы не изучали защиту Каракан, вы займетесь изучением данного дебюта. И будете изучать в первую очередь те линии, которые я вам показал. Спасибо за внимание. И до новых встреч.